Оу, привет, пупсик! Как ты мог догадаться по названию, в этот раз я буду рассказывать что-то интимное и интересное. Во времена, когда я был немного моложе, красивее и тупее, я познакомился с девушкой. У нас закрутились отношения, и как только её родители узнали, что у ней появился ухажёр... Не, ну поняли, да, ну типа ухажёр, типа Тайсон, а? 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 Ай, да ладно! В общем, родители моей возлюбленной заинтересовались, что за покемона нашла их дочурка, и пригласили меня попить чайку, чтобы на меня посмотреть, провести разъяснительную беседу и узнать мои намерения. Также их интерес подогревало ещё то, что я был на несколько лет старше, уже работал и водил автомобиль, а моя избранница заканчивала школу. Педофил, педофил, педофил... Да нет-нет, успокойтесь, разница в возрасте была не настолько большая, но родителей это, само собой, всё равно настораживало. Но так как я сам по себе парень добрый и честный, мне переживать было не о чем. В общем, мы посидели, я рассказал про себя, где работаю, чем увлекаюсь, время шло к ночи, и я стал собираться домой. И когда моя девушка пошла в общий коридор, чтобы закрыть за мной дверь, в её женскую юную голову пришла просто гениальнейшая идея! А давай ты спрячешься у меня в шкафу, мы подождём, пока мои родители уснут, ты выйдешь, и мы проведём ночь вместе. Я сразу понял, что эта идея настолько же пахнет романтикой, как и идиотизмом. Поэтому я всеми правдами и неправдами пытался от неё отказаться и переубедить. А обувь я куда дену? Возьмём с собой в шкаф. На машину под окнами. Отгони. Да нет, ну это какой-то бред. А вдруг у тебя кто-нибудь страдает бессонницей, любой шорох и всё? Ой, так и скажи, что ты зассал. Ах ты! Что я вообще делаю? Я что совсем поехавший? Зачем я на это согласился? И тут я вспоминаю, что отчим моей девушки упоминал за столом, что работает в органах. Да и она сама рассказывала, что у него при себе есть табельное оружие. И тут я подумал, а что если... Мать зайдёт что-нибудь взять в этом шкафу. А тут я. Здрасте. Или ещё круче отчим! Да, это маловероятно, но вдруг в этом шкафу его запасная пара тапочек. И что тогда будет? Он ведь меня сегодня первый раз видел. Сразу в голове промелькнул кадр из фильма после прочтения сжечь. Мой анус сжался до размеров атома. Сквозь щель в дверях я наблюдал, как в комнату заходит то мама, то отчим. Я пытался сидеть, не пердеть, не дышать, не двигаться. Потом, когда все легли спать, мне оставалось только ждать. Сидеть в этом шкафу было страшно и одновременно так скучно. Жалко, что в те времена не было крутых игр на телефон. А так бы я мог залипнуть викингов. Мне всегда нравились экономические стратегии, развивать базу и наращивать военный потенциал. И в викингах это можно реализовать по полной. Тем более, в этом месяце разработчики подготовили просто мега конкурс. Игрок, дошедший до 10 уровня дворца, сможет выбрать сам один из трёх призов. А именно, он сможет забрать с собой один из новеньких iPad Air со смарт-клавиатурой. PlayStation 4 Pro плюс VR очки или электросамокат. И таких победителей будет два. Ну, а супер приз MacBook Pro сможет забрать тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца до конца сентября среди остальных участников. Могу сказать, что это совсем не сложно и выиграть может каждый. В викингах каждый найдёт то, что зацепит именно его. Для меня это щедрая награда за выполнение различных квестов. А также, викинги это командная игра. Здесь есть настоящее ощущение братства. Только ты решаешь, с кем дружить, с кем воевать, что и как прокачивать. Выбирай свой стиль игры и встань во главе могущественного клана. Ребята, каждый ваш переход по моей ссылке помогает мне развивать мой канал. Качайте викингов именно по моим ссылкам в описании к видео. Ведь вдобавок, по моим ссылкам вы получите 200 голды и бесплатный щит. Вперёд к победам! Всё, давай, выходи, только тихонько. Если вы сейчас подумали... Оу май! ...сейчас кому-то перепадёт. Так вот, нет! Времени уже было часа три ночи. Комната родителей была ваккуратно против комнаты моей девушки. Да ещё и с открытой дверью! Кровать была маленькая и падла скрипучая. Из-за чего мы оба просто лежали всю ночь и старались не шуметь. Так как любое телодвижение означало фиаско. Даже шептание было рискованно. В тот момент я не думал ни о какой романтике. Я просто хотел, чтобы это всё побыстрее закончилось. Так как каждый раз, когда кто-то из родителей выходил в туалет, я думал про себя. Только бы никто сюда не заглянул. Только бы никто не заглянул. Потом я подумал, ну раз такое дело, то тогда просто попытаюсь поспать. Так как утром нужно было идти на работу. Я попытался уснуть, но получалось это с трудом. А в 6 утра моя девушка сказала, что её мама встаёт в 7 и мне бы надо уходить заранее. И вот я не спавший всю ночь, выжатый как лимон, отправился на работу. В то время я работал тренером в тренажёрном зале и засыпал просто на ходу. 1, 2, 3... Тренер? Так, кто хуй? Это, наверное, был один из самых тупых поступков, которые я делал. Так что всегда думайте своей головой перед тем, как что-то делать. Ну, а на сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok